Больше 18 тысяч коррупционных преступлений выявлено в России в этом году, из них 15 тысяч уже раскрыты. Такую статистику опубликовало Министерство внутренних дел. По данным ведомства, суммарный ущерб государству превысил 100 миллиардов рублей. Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов отметил, что данные МВД отражают положительную динамику. Статистика показывает прошлого года, что количество преступлений уменьшается. Это объективно, потому что появляется страх попасть под уголовную ответственность. Поскольку она останется все живущая, примеров все больше, как в публичной сфере, так и не публичной. Но этот показатель, я бы сказал так, он чисто милицейский, зачастую это низовые взятки, которые даются сотрудникам ГИБДД. Поэтому это такая статистика, скажем, палочная статистика, я не совсем ей доверяю. При этом у нас есть другие и другие истории. Огромное количество преступлений сейчас на федеральном уровне. Там уже огромное количество привлечено к ответственности. Коррупция это все-таки бизнес, это рентный бизнес. Это бизнес построенный на полномочиях. На низком уровне, да, низовая коррупция, там одиночки. Но когда коррупцию поднимают чуть выше, это уже целая система. Зам, начальник, целая группа. Деньги уходят за рубеж. Это практика. Причем Россия и Китай, и Китай постоянно выступают в ООН, что давайте отработаем механизм возврата этих денег. Запад категорически против. Для того, чтобы их возвращать, мы уже президенту предлагали, этот вопрос рассматривается до сих пор, что нужно вводить уже сочинение волноответственности от 10-25 лет. Аналогичные изменения Родины. Ранее в Следственном комитете сообщили, что сейчас расследуются 12 дел о коррупции на космодроме Восточный. Ведомство направило в суд 42 уголовных дела о растратах, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве. Приговоры вынесены в отношении 58 человек. Суды смогут обращать в доход Российской Федерации имущество не только чиновников и их родственников, но и друзей или знакомых обвиняемых, если они не смогут подтвердить его имущество законное приобретение. Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман рассказал, что не знает коррупционеров, которые бы записывали свое имущество на родственников. Председатель национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов считает, что отбирать имущество у родственников коррупционеров, не имея на то весомых доказательств, нельзя. На самом деле доказывать необходимо, поскольку существуют методики доказывания, оперативные методы, и разговоры как раз стоят именно об этом. То есть, если человек, ну, предположим, даже вы не общаетесь с родственниками, в месяц вот такие случаи сейчас очень бывают, и сейчас через это зарабатывает все деньги. А родственник, у него корпционер, а дальше чиновник. Кто-то берут и говорят, что, ну, слушай, а теперь мы у тебя с рисковым бизнесом. Никого отношения ни чиновник, ни вот этот человек другу не имеет. Фактически. Если нет никакого доказательства, то они каким-то образом перехлёстывались, и что человек, который занимается бизнесом, родственник, знакомый, кто угодно, имеет такую практику к отмыванию незаконных доходов, ну, тогда перебить ему нечего. Мы говорим, конфискация незаконного. Незаконного. Если не доказали, я ещё раз говорю. Потому что мы дадим таким образом виток для обогащения, и у нас будут на борьбе с коррупцией фигурации новые. Захарченко с новыми квартирами, забитыми, забитыми геннами. Нужно совершенствовать действующее законодательство, а не придумывать новое. Убеждён бывший премьер, он же бывший глава МВД России Сергей Степашин. Знакомых нет. Те, кого знал по службе, были проведены соответствующие меры уголовного преследования. Но это незнакомые, это те, кого я знал. Многие они известны, в том числе достаточно большие личности. Человек может быть знаком, был там 10-15 лет назад, и сейчас ни за что, ни про что пострадает. Должны быть серьёзные юридические консультации и комментарии по этой части. Тут бы я, знаете, популизмом бы не стал заниматься. Не надо совершенствовать то, что уже есть. Надо просто профилактировать и предупреждать такого рода преступления. Ранее заявители по иску, в частности родители бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, и его сестра и знакомые, усомнились в законности применения к ним нормы о контроле за расходами чиновников. Самого Дмитрия Захарченко, который курировал в Министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, задержали ещё в 2016 году. Ему вменили несколько эпизодов взяточничества. Приговорили к 12 годам колонии, лишили звания полковника и оштрафовали на 118 миллионов рублей. В МВД назвали сумму ущерба от коррупции в России за 2019 год, причём не полный, а за 8 месяцев. Так вот, ущерб по коррупционным делам за эти самые 8 месяцев этого года составил 102 миллиарда рублей, рассказали в Министерстве. И здесь возникает вопрос, и что нам с этими цифрами делать? В очередной раз схватиться за голову и сказать «воруют». Понимаете, мы языки здесь стесали, говоря о коррупции. Одного сажа, как линейская гидра из мифов о Гераклии. Одну голову рубишь, три вырастают новых. Знаете, у Островского было такое произведение «Доходное место». Это 19 век, дорогие мои. Доходное место не потому, что там было здорово работать на пользу общества. Нет, там можно было дополнительный доход получить. И вот со времен Островского, а если еще там раньше копнуть, со времен Петра Первого и прочее, 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 ничего не поменялось. И вот теперь мы знаем, 102 миллиарда рублей – это ущерб, который получила наша страна в результате коррупционных действий. И что? Илья Шуманов, замдиректора Центра антикоррупционных исследований и Transparency International с нами на прямой связи. Илья Вячеславов, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Рецептуры нету никакой ведь, да? Наверное, если мы смотрим на эти сухие цифры, на 102 миллиарда, мне кажется, что нет, что это уже стадия гниения началась, и нам трудно, трудно как-то реагировать спокойно на такие цифры, да. Слушайте, но с другой стороны, ведь коррупционеры периодически попадаются, имущества у них изымаются. Я понимаю, что, может быть, не такими объемами, которыми они воровали, но все-таки какой-то ущерб они возместить могут. Почему эти цифры нам не приводятся? И в очередной раз возникает вопрос, а здесь, по-моему, последние несколько месяцев мы говорим о том, что давайте конфискацию делать, тем более, что Конституционный суд там, в общем-то, дал такое право. У родственников, у всех на свете, ну, чтобы хоть как-то эти дыры залатать. Вы совершенно правы. Вопрос ущерба и возмещения этого ущерба – это два разных вопроса. И одно дело выявить преступление, другое дело заставить коррупционера заплатить за это коррупционный проступок или преступление. Часто оказывается, что этот человек является посредником. А еще бывают случаи, когда денежные средства вводят за пределы Российской Федерации коррупционеры, и, соответственно, они как в колодец падают и исчезают. Вернуть из-за границы денежные средства практически невозможно. Вот. Но вот эта сухая статистика, на самом деле, только часть истории, потому что мы говорим о так называемой монетарной коррупции, где мы можем отследить денежные средства, когда денежные средства передавались, похищались и прочее-прочее. Вот. Существует еще другой вид коррупции, который вы, собственно, начали упоминать с доходного места. Речь идет, как не породить родному человечку. Это всякие ситуации, связанные с конфликтами интересов, оказания содействия административным давлением и прочее-прочее. Вот. Эту коррупцию в деньгах не изменить. И, разумеется, она оставляет самый большой след на текущий момент в нашем обществе. То есть 2 миллиарда это просто... Больше, чем вот денежные потоки, вот это кумовство оставляет? Да, конечно. Дело в том, что государственные контракты передаются своим фирмам, значит, людей трудоустраивают в структуры коммерческие. Вот. Это, мне кажется, гораздо больше... Вот. Она полулегальная, так называем, коррупция, когда не похищаются денежные средства, когда денежные средства просто официально передаются людям, сказаем, связанным с дельными чиновниками. Вот. И этот ущерб гораздо, наверное, от такой коррупции гораздо больше, чем просто вот взятки, да, или вот откаты, о которых идет речь. Так. У нас вот за эти 8 месяцев 18,5 тысяч преступлений коррупционных раскрыто. Делим. Что у нас получается? Что получается? Месяц. Сколько тысяч? Много. Я про другое хочу сказать, что 102 миллиарда, это как наши слушатели пишут, это верхушка, маленькая верхушечка пирамиды сворованного. Вы согласны с этим, Илья? Абсолютно согласен, что выявлены преступления и совершенные преступления, это верхушка Райсберга, только те преступления, которые действительно вывели сотрудники полиции. Но когда мы говорим о статистике, на самом деле, статистика тоже очень сильно штука хитрая, потому что, например, тот же самый генеральный прокурор в прошлом году называл сумму ущерба от коррупции в 48 миллиардов рублей за целый год. Тут полицейские за 8 месяцев 102 миллиарда нашли. У полковника Черкалина и Захарченко дома по 10 миллиардов находят. Дело в том, что это действительно очень сложно подсчитать реальный ущерб, который наносит коррупция. И мне кажется, что такими сухими цифрами оперировать не стоит в качестве показателя, а стоит оперировать в первую очередь показателем доверия к тем или иным органам власти. И мне кажется, это более эффективный инструмент оценки деятельности, в том числе и правоохранительных органов. Тогда еще один вопрос. Очень многие считают, что вот у нас надо ввести, как в Китае, за коррупцию расстрел. Я понимаю, что это из серии «Хорошо было бы, если бы», но и в Китае, где существует расстрел, периодически ловят коррупционеров, и даже расстрел их не пугает. Да, я отреагирую на ваш таким словом. Действительно, уровень коррупции в Китае не падает из-за введения смертной казни. Тысячи чиновников расстреливают ежегодно. Это не мешает, собственно, процветанию коррупционеров. И каждый год мы видим, что это новые и новые фигуры, высокопоставленные, которые появляются в телевизоре, которые каятся за преступления. И сумма взятки растет просто. То есть сумма всех этих операций, которые связаны с коррупцией, в Китае просто вырастают. Это, собственно, вниз закладывается цена за риск. Ну, то есть, получается, если у нас ввести, как слушатели предлагают, расстрел, то просто взятки вырастут. А есть какая-то в мире схема, которая работает? Это одновременно две схемы. Первая схема – это, собственно, усиление наказания за коррупцию. Я не говорю о расстрелах, потому что, мне кажется, это не совсем очевидно. Не берите грех на душу, мы говорим о них, мы и слушатели вместе с нами. А второй – это, на самом деле, профилактика. Это антикоррупционное обучение, образование. Это работа с так называемым, скажем так, с этической рамкой. Начиная со школы, с детского сада прививать людям совершенно правильные стандарты, подходы. И поощрять тех людей, которые, соответственно, действуют достаточно правильно и показательно, наверное, что они придерживаются антикоррупционных стандартов. А теперь еще один момент, Илья. Мы виноваты. То есть, воруют, потому что позволяют воровать. Воруют или берут деньги за какие-то свои услуги, потому что мы им даем эти деньги. Или берут бесхозные деньги, которые не подлежат учету. И в этом виноваты уже не мы, а непосредственные начальники этих людей, которые позволяют это делать. То есть, на самом деле, процессы коррупционные. Ну, как не взять, когда вот оно лежит, и никто этого не замечает? То есть, вину не только на коррупционера, вообще, некоторые хотят переложить, а вообще на все общество в целом. Мы даем, они берут. Да, на самом деле, это так и есть. Потому что в коррупционных историях, как правило, если мы говорим про обычную бытовую взятку, существуют две страны, которые дают и которые принимают взятку. И число взяткодателей, осужденных, их, как правило, две трети от числа коррупционеров. Вот те люди, которые дают, их больше, чем те, которые берут. Это вот как бы непарадоксально это и звучало. Но значительная часть этой статистики, о которой мы сегодня с вами говорим, на самом деле, это мелкие взятки, которые выведены вообще в отдельный состав, вот не так давно. И вот они составляют львиную долю тех коррупционных преступлений. То есть, мелкая взяточница, взяточница в виде, там, гаишнику, соответственно, где-то разрешительные какие-то документы кто-то получает. Вообще, это не касается, как правило, в значительном масштабе, не касается каких-то громких историй, громких скандалов. И большая масса всех этих преступлений, это про мелкие деньги. Про общество, действительно, вы правы, со стороны граждан, общество, со стороны граждан, у нас нет сильного контроля за государством. Это и есть основная проблема, которая, как мне кажется, в частности ведет к такой государственной распущенности. У нас буквально полторы минуты, Илья, одна из самых ярких фраз президента последнего времени, это про космодром Восточный. Воруют, понимаете, когда президент на уровне главы государства произносит эти слова, ну, думаешь, ну, сейчас этот космодром-то перетряхнут весь, сейчас как там все СМИ, и ничего, самое интересное. И только мы с конем по полю вдвоем. Ну, вы знаете, мне кажется, это стал таким коррупционным брендом России, космодром Восточный. Простите, это хорошо. Его с утра и до вечера хвостят абсолютно везде, вот. Дела продолжают появляться уголовные, вот. Их там более уже 50, вот. И мне кажется, просто сама история с строительством крупных, больших мега-объектов, она является потенциальным магнитом для притяжения коррупционных историй. Гигантский объем денег надо освоить за короткий промежуток времени, и вот эта бутылочная горлышко деньги не пролазит, их просто расхищают в процессе. Где-то сейчас икнул стадион «Зенит», и где-то сейчас так потихонечку только не про нас думают строители моста через Лену, о котором накануне говорили.